Здравствуйте, Таня. Здравствуйте всем. Я вообще первый раз рассказываю о продукции в Зуме, так что не критикуйте. Это первое мое обучение в Зуме. Я с Кыргызстана, живу в Бишкеке, занимаюсь уже год изучением продукции Атоми и работаю с продукцией. Здравствуйте, на сегодняшний день я хотела рассказать про спирулина. Самый первый бак, с чем я познакомилась, почему. У меня люди начали спрашивать про спирулину. До этого я только занималась косметикой, я и пришла только на косметику. Но так как спирулина, очень большой спрос на него, я начала его изучать. Что такое спирулина? Спирулина – это морская водоросль. Она растет в трех местах, но она спирулину в Атоме добывает на Гавайях. В спирулину содержится цинк, магния, железо, кальция. И это на 70% самый мощный белок. Спирулина бывает прессованная в таблетках, но в таблетках она, кажется, на какую-то часть теряет свои свойства. И спирулина бывает порошковый. Ну, порошковый он неудобный, так как он зеленого цвета, и он застревает на ином зубах. Вы будете переводить, да? Я забыла. Нет, нет, нет. Вы рассказываете. Я забыла, что она выгоднает. Нет, нет, нет. В общем-то, все эти партнеры и спонсоры, они хорошо знают об этом. Это в основном для нас. И что я хочу сказать. Наша спирулина, ну, она в капсулах идет, ее удобно пить. Вот она в таком виде. Маленькая, хорошо глотать. И спирулина рекомендуется пить по утрам натощак. Почему? Потому что у него очень много белков. Он состоит из белка. Еще на данный момент спирулина называют как суперфуд. Суперфуд – это еда, где очень много, так я и сказала, белков. И она хорошо усваивается на голодный желудок. И в течение дня она насыщается, так как много там витаминов. И спирулина помогает вообще в показаниях к спирулину. Чуть-чуть волнуюсь, извините. Нет, все хорошо. Все классно. Все хорошо. Сейчас. Когда спирулину пьют, люди, многие отказываются от сладости. Она очищает кожу, хорошо влияет на нашу кожу. Налаживает работу желудочного кишечного тракта. Помогает похудеть. Нормализует сахар в крови. Придает силу, потому что там еще есть витамин В12. Притом еще спирулина налаживает стул наш, замедляет процесс старения. И спирулина, ну, он вообще мне чем понравился. То, что я, наверное, спирулину начала принимать. В течение двух месяцев я похудела на 2 килограмма. И я заметила, спирулина повлияла на мою кожу. То, что она более светлела, упругость давала. Спирулина – это же мазка водоросла. Они же так много зимних едим. И так получается, спирулина очень много кислорода. И кислород попадает в наш организм. Что еще можно сказать о спирулинах? Многие, когда спирулину пьют, сразу заметно у них работа кишечником. Как я говорила, с почками. И у кого аллергия. У спирулины есть такие свойства, которые отталкивающие вот эти вещества, железа в организме, у кого аллергия. Она очищает это все. И в данный момент все спрашивают спирулина весной. Почему начинается весной и осенью обострение на аллергию? И кто знает этот уже препарат, они начинают спрашивать весной и осенью, почему. Вот у меня девочка приходила, она весной пила ее. И ей помогло от аллергии. Что еще? Ну, спирулина это в нашем ватоме все равно есть цена и качество. Цена у него не сильно дорогая, но у нас 1700 томов. Я не знаю, как в тенге у вас идет. Мне кажется, это может позволить каждый. И тем более здесь 120 таблеток на 2 месяца. Поэтому у нас называется, наверное, девиз ватоме «Цена и качество». Все, что я хотела рассказать про спирулина. Не люблю затягивать. Спасибо. Краткость про таланта, как говорится. И краткость, одержательно. Спасибо большое. Так, ну, сейчас в 7 часов обезжала зайти Мураин. Она должна была тоже представлять какую-то продукцию, но пока еще рано. И поэтому мы... Может быть, у наших русскоязычных местных есть какие-то вопросы по спирулине? Мы, может быть, спросим у Татьяны или у гостей. Адель пришла. Здравствуйте. 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 Очень рада вас видеть. По спирулине все понятно? Махмудова, вы что-то хотели спросить? Нет, я просто смотрю, кто там сзади. Ага. Ага. Хорошо. Хорошо, если вопросов нет. Прям-то хотелось купить фирмулину очень сильно. Вот. Я не сказала. Давайте тогда... Ага. Давайте тогда перейдем к следующему пункту. Пока мы ждем Нур-Аэ из Кыргызстана тоже. А сегодня тематическую лекцию подготовил мистер Ши. Поэтому давайте поприветствуем его. ПОДПИЛЬНЫЙ СООБЩЕНИЕ. Хорошо. ПОДПИЛЬНЫЙ СООБЩЕНИЕ. ПОДПИЛЬНЫЙ СООБЩЕНИЕ. ПОДПИЛЬНЫЙ СООБЩЕНИЕ. в общем я меня вдруг внезапно попросили прочитать лекцию тематическую я раньше этого никогда не делал и поэтому я немножко волнуюсь потому что первый раз ну я решил как бы рассказать просто а аж из нее привязать а то миг рейс ненам нить ситуация 4 я нечащу скульптур и чешу скульптур и со золин савы ищи жару ищи я когда было в 1013 году я приехал сюда и стал заниматься леса насажение где-то встань и выжар поэши жарун каунде о чуге и нанчим мы идем И в то время приехал мой старый друг, который учился со мной в старшей школе, мистер Ко. Вы знаете, ее муж? Он приехал и спросил мне, знаешь ли ты о том? Это очень старый друг. Вдруг со старшей школы со мной учился. Вдруг он мне позвонил и говорит, знаешь ли ты об Атоме? Я понял, что он меня подкалывает и подумал, что если кто-то из корейцев не знает об Атоме, значит он дурак. И поэтому я конечно ответил, ну конечно знаю. Вдруг я знала, что продукция хорошая и не очень дорогая. Вдруг я не знала. Вдруг я не знала. Вдруг я не знала, что он приехал сюда. Вдруг я не знала. Вдруг я не знала. Вообще о маркетинге, о сетевом маркетинге я раньше был не очень хорошего мнения. Но когда я послушал бизнес-план, я понял, что оказывается, вот эта структура и вот этот бизнес-план построен не для того, чтобы я только один, хорошо много зарабатывал и жил, а для того, чтобы дать возможность хорошо жить многим людям. И вообще в нашей жизни очень большую роль и важную роль играет то, как ты проживешь свою жизнь. Многие, все в основном хотят жить богато. Вдруг я не знала, что 500 человек, которые хотят зарабатывать то, столько сколько зарабатывает 500 человек. Но я считаю, что важнее не зарабатывать, сколько зарабатывает 500 человек, а чтобы 500 человек вместе могли работать и зарабатывать. Я считаю, что прекраснее больше жизни, если все вместе будут спокойно работать и жить хорошо. Эльвин Тофлер, он очень известный американский, кто там был, я не знаю, диетель какой-то, да? Он даже вот такое пророчество сказал, что будущее за сетевым маркетингом. Мыfect directly в будущем очень抱ечениеこんな В exped�ации нее. Нет? Нет? Нет ватт и вот так вот такой книговый карten к вашим дела�иматор сценарию, controlled-вергумен, многие вопросы, Я считаю, что очень важно... Должна быть правдивая правда о продукции, о цене и правда в работе структуры, в офисе, честность. Должна быть правдивая правда, а честность. Мы должны быть честными. И тот, кто действительно имеет честность, искреннюю честность, этот человек будет успешным. Мы должны быть честными. Мы должны быть честными. Не просто ради какой-то выгоды, что-то делать, а просто делать это честным. Мы должны быть честными. Он хочет рассказать историю об одной столовой, где готовили такое блюдо. Это такой вот суп, наваристый. Варится очень долго, чтобы он становится белым. В общем, он заказывается кость. Потом она кладется в большой казан, заливается водой и барится на медленном огне 24 часа. И бульон становится белым. Но бульон становится не белым, а желтым. И вот она звонит своему поставщику и говорит, что это такое, почему я варила кости как обычно 24 часа, а почему бульон то не белый, а желтый. И это значит ей отвечает, вы извините, но произошла ошибочка, мы виноваты. Так что бульон 24 часа кладут, а почему бульон? Но я говорю, что сегодня только фринь в 1 суток, но только фринь в 1 суток. Этой же бабушке нужно кормить людей, они же скоро придут к ней в столовую. И она говорит, что мне делать, я 24 часа потратила, чтобы сварить бульон, а он желтый. И тогда поставщик говорит, бабуля, извините, давайте только в этот раз, пожалуйста. Один раз. Давайте немножко схитрим. Вы в этот бульон ложечку сухого молока бросьте только один раз, тогда оно станет белым. Поэтому, да, понятно, и звонок, и бабушка говорит, ну хорошо. В общем, положила трубку и сама взяла вот этот большой казан. Вынесла его на улицу и все вылила, выбросила. И написала на своих дверях и воротах, большими буквами такой плакат. Извините, пожалуйста, сегодня продукты или продукция была неважная, некачественная, плохая. Поэтому мы сегодня не можем открыться. Но к удивлению, что вот несмотря на то, что она не смогла открыться и как будто у нее там продукция плохая, да, но слух пошел об этой столовой, такое, что это бабушка очень честная. И вот мы должны быть, конечно, честными, как я говорил. Так же у нас должна быть цель. И мы имея эту цель должны быть очень упорными, старательными. Вот если вы, например, имеете цель, ставите себе слишком высокие, завышенные цели тоже это не пойдет. Самый лучший способ это не ставить себе сразу самую высокую цель, а поставить себе, как сказать, между этими целями промежуточные цели. То есть шаг, первый шаг, первый шаг закрыл, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг. Если ты сразу замахнешься на высокую цель, тогда у тебя большая вероятность, что ты просто впадешь в уныние, разочаруешься. Поэтому очень важно упорство. И даже если ты будешь идти очень медленно, но иди упорно, постоянно. И вы также знаете историю про зайчика и черепашку. Вот черепаха с зайцем они соревновались, кто первый сбежит там, да? И кто же выиграл в конце? Токио с зайцем, конечно же, он помчался вперед. Потом он смотрит назад, а глядывается черепаха там что-то плетется на одном месте стоит. И поэтому он думает, ну что, еще можно отдохнуть, лег и уснул. И вот заяц значит такое успокоение уснул, а черепаха, она имела эту стель, она смотрела на нее и все время двигалась. Заяц, он все время смотрел и сравнивал себя с остальными, со своим соперником, с черепахом. Потому что он сравнивал себя с этой медлительной черепахой, поэтому он не был усердным. А черепаха, она не смотрела на заяц, она смотрела на свою цель. И вот черепаха, она смотрела на своем фокусе свою цель, она смогла победить? И вот мы тоже очень часто сравниваем себя с другими, сравниваем себя с соседями, со своими спонсорами или с кем-то, кто рядом с нами. И говорим, ой, я не могу так, как он. У меня не так много друзей, как у него. Я хуже него, я менее одаренный, чем он. И поэтому не надо смотреть на окружающих, не надо сравнивать себя с посторонними. Но смотри на свою цель, поставь себе цель и смотри на нее, и двигайся к ней. И также вот работа в томе, это по-моему не работа единоличников, а работа в команде. Это работа, когда мы делаем что-то вместе. И вот наша жизнь, она подобна очень длинному путешествию. И если ты хочешь, у тебя какая-то дистанция, которую ты хочешь быстро преодолеть, тогда иди один. Но если ты хочешь, если ты хочешь, то иди вместе. И если ты хочешь, то иди вместе. И поэтому, когда ты идешь этот очень долгий путь вместе с кем-то, очень важно, чтобы с этими людьми у тебя были одинаковые цели и одинаковые мысли. И тогда твоя жизнь и твоя путешествие будет очень интересным и увлекательным. Ну, давайте, если мы вознамерились и поставили для себя долгосрочную цель, давайте идем вместе. И когда мы пойдем вместе, все дружно, тогда в единстве, тогда ветер, попутный ветер будет дуть нам в спину, солнце восходящее будет светить нам прямо в лицо. Спасибо большое, мистер Ушиму, очень интересная, содержательная, очень полезная лекция, которая была, конечно, связана с Сатоми. Это очень важно, быть в команде, потому что действительно наша работа, она заключается в команде, мы поддерживаем друг друга, мы ободряем друг друга, когда нам сложно, мы друг другу даем пендель друг другу, это очень важно. Хорошо, давайте перейдем к следующему пункту. Махмуда, вы плакали? Мистер Ушим спрашивает. Вы так впечатлились, что заплакали, расследились. Заметно, да? Вы плакали? Да. От хороших эмоций, да? Да. Ну, что ж, давайте перейдем дальше к следующему пункту. Я думаю, Нур-Аим подключилась у нас, да? Да. А, Нур-Аим? Да. Ага, давайте мы послушаем вас, о чем вы сегодня хотите нам рассказать. Здравствуйте. Да, она из Кыргызстана. Здравствуйте, дорогие мои единомышленники. Сегодня я хочу рассказать о зубной пасте, прополис и зубных щетках. Как мы все знаем, или многие из нас знают, что зубные пасты – это один из самых многопродаваемых продуктов компании «Атоми». Они в двух видах. Первая упаковка – набор из пяти по двести грамм, или же другая упаковка по четыре, каждая по пятьдесят грамм. Вот так они фасуются, привозятся. Зубная паста содержит, прополис содержит несколько, ну, много составных. Я хочу рассказать о самых основных. Это вот экстракт зеленого чая и прополиса. Они обладают антибактериальными противовоспалительными свойствами. Они препятствуют размножению бактерий патогенных и предотвращают неприятный запах изо рта. Также в составе зубной пасты есть такое вещество, как селит. Это вещество действует против бактерий, которые препятствуют росту бактерий, которые называются на русском – это как мутант, а на английском – это mutants. Вот так, ну, мутант, да? Они являются… Вот эта бактерия является причиной появления зубного налета, который в итоге могут превратиться в зубной камень, если их правильно не чистить, да, но не вычищать. И является причиной кариеса, да? Ну, причиной кариеса есть внешний, вот сейчас, как мы говорим, и внутренний, да? Вот в данный момент мы говорим о внешнем. Эта бактерия мутант на русском является стриптококковой, род стриптококковых бактерий. Мы все знаем, что стриптокок – это вид бактерий, который вызывает ангину тоже, да? Вот одна из этих разновидностей является вот эта мутант, который живет в полости рта и который может вычищаться этой нашей зубной пастой. И вот ксилит, который находится в составе этой зубной пасты, на самом деле это может вычищать эти бактерии и препятствовать их размножению. Кроме этого, зубная паста, прополис от компании «Атоми» содержит еще фторид натрия. Что это такое? Фторид натрия – это помогает укреплению эмали и тоже предупреждает распространение патогенных властей, да? Фторид натрия, они очень показаны в Всемирной организации здравоохранения. Зубные пасты, которые содержат фторид натрия или же аминофториды называются. Вот наша паста содержит фторид натрия, который рекомендован к применению зубной пасты с содержанием фторида натрия. Дело в том, что нашим организм требуется фторид. Где-то суточная норма – это от 1,5 до 5 грамм. Но до 10 грамм это не является опасным. Когда мы чистим зубы, какая-то часть фторида натрия попадает в наш организм, что благотворно влияет… Вот я говорила, внутренние причины возникновения кариеса – это как раз нехватка фтора в нашем организме. То есть получаются мягкие зубы, если их не хватает. Недостаток фтора в нашем организме может приводить к тому, что мягкие зубы, как я сказала, то, что вызывает кариес, да, и остеопороз. Потому что нехваток фтора в нашем организме способствует вымыванию кальция. Вы понимаете? Представляете, это как очень опасно, да? Поэтому сейчас очень много же спорят там плюсы, минусы фтора. Но на самом деле, чтобы фтор стал каким-то, не знаю, опасным в нашем организме, надо кушать эту пасту. Но паста… Когда вы приезжали к нам в Бишкер, тогда девочки, когда рассказывали про… Мне очень сильно запомнилось про продукты, именно про зубную пасту, что зубную пасту нельзя есть. У нас в Кыргызстане почему-то решили, что зубную пасту можно есть, ее можно лечить, там, не знаю, ангину и еще какие-то кишечные. Это неправильно. Зубная паста, вот девочки тогда сказали, и я тоже сейчас присоединяюсь к этому, я изучила эту тему, зубную пасту нельзя есть. Просто ее нельзя есть. Им надо чистить зубы. Им можно чистить зубы даже дошкольникам. Ну, конечно, до шести лет, под присмотром родителей. И таким образом, тогда это не будет вредно для организма. Просто в любом месте нужно это задержание. Вот. А теперь хочу перейти… Ну, еще хочу сказать, вывод сделать, что вот, например, у нас… И, например, возьмем США или другие развитые страны, да, воду. Чтобы вот этот фтор был в норме у организма человека, во многих странах воду, где пьют, добавляют фтор. А вот наша, я не знаю, как в Казахстане, но у нас в Кыргызстане, воду добавляют флор. Понимаете? И это очень печально, я могу сказать. И поэтому, может быть, нам нужно сказать, я не знаю, чтобы наши зубы были крепкими, да. Дальше я хочу рассказать о зубной щетке. Зубная щетка Атоми обеспечивает здоровые, чистые зубы, да. Их правильный рост для маленьких детей. Рекомендовано всей семье. Они внешне выглядят, ну, имеют разный свет, даже имеют разные, там, детские есть, там, еще какие-то есть. Я, в общем, расскажу. Они сделаны из очень высококачественного пластика, ну, не резиновый. Они прозрачного цвета. Они не сделаны из вторичного сырья, да, вот там переплавлялись, такого нет. Они очень такие прозрачненькие. Это сделано из такого материала, из которого делаются детские бутылочки. Ну, вот для... Вот. И они... Ручка у них очень удобная держать. Имеет форму, хорошую, красивую форму. И имеет бриллианту, огранку. И не содержит никаких химических веществ. Рукоятка очень удобная. Потом головка такая тонкая, округлая. И из-за этого очень отлично чистит. Ну, когда вот пользуешься, достаешь самые труднодоступные места в ротовой полости, да. Хочу рассказать про щетину. Щетина сделана, ну, толщиной у основания 18, 0,18 миллиметров. И дальше, это до кончиков, оно уже утончается до 0,03 миллиметра. Она настолько мягкая, когда чистишь, она это... Вот это мягкая, она как бы массирует десну, а жесткие они чистят зубы. Вот эти тонкие, они еще могут между зубами чистить и массировать десну. И такое, да. Поэтому, чтобы все этого эффекта достичь, я думаю, нужно чистить... Ну, не так, что вот полминутки почистил, я думаю, надо около, ну, больше двух минут чистить. Я так, ну, я из своей практики говорю. Также щетка содержит антибактериальные мембраны, вот это, которые помогают содержать щетку в чистоте. Допустим, эти мембраны продлевают срок ее службы. Например, обычная щетка, она должна меняться самый максимум через каждый месяц. Вот. А это наша щетка. Щетка от компании Атоми. Можно ей пользоваться до трех месяцев. Также зубная щетка, антибактериальная зубная щетка от программы Атоми, от компании Атоми, содержит ионы золота, которые съедобны, да. Они съедобны 9,90% золота. Задержит. Оно усиливает чистящий эффект зубов и абсорбирует, и уничтожает бактерии, да. До 88% такие, как синегнойные и кишечные палочки, которые могут находиться у нас во рту и, соответственно, дальше пойти уже в желудок, да. И вот это все предотвращает. Вот это содержание ионов золота. Также стимулирует кровообращение во время чистки парадонта, чтобы предотвратить образование парадонтоза. Мы все знаем, что это такое ужасное, да. Также вот это я рассказала про щетину двухуровневую, да, как она чистит и есть такое. Что еще хочу сказать? В итоге хочу рассказать, сказать, что зубная щетка от компании Атоми в одной упаковке восемь штук. И она еще показана даже детям маленького возраста. Я просто повторяюсь, получается. Вот что еще. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересно, да, Мухмада? Мы как бы и слышали об этом, мы сами рассказываем, но, оказывается, много вы не знали, многих вот этих каких-то нюансов, да, Нурайм сильно так глубоко копнуло вот во все стороны. Очень интересно, познавательно. Спасибо большое. Давайте еще раз покопаем. Да. Ну, что ж, может быть, у кого есть какие-то комментарии или вопросы? Можно я скажу? Вот насчет зубной щетки. Насчет зубной щетки, я, конечно, мы же, как сказать, физически времени нету, каждый продукт глубоко изучать. На самом деле, когда мы каждый продукт глубоко изучаем, мы много чего понимаем, когда читаем, когда действительно не только используем, но и уже знаем, да, информацию получаем. меня слышно? Да, да, хорошо. Да, мы слышим вас, хорошо слышно. Что-то пропало, вас не вижу. Я постоянно, вот я когда рассказываю, конечно, мы сами пользуемся, да, я сама, у меня парадонтит был, я уже результаты вижу, но я всегда вот не могла объяснить конкретно саму щетину. Я вижу и знаю, что нижняя часть щетки, каждая щетинка, нижняя часть, она толще, чем верхняя, а верхняя, они закруглены как расческа, вот такими закругленными кончиками. А вот 0,18 миллиметров я не знала, и что тоньше, вот кончик тоньше на 0,03 десятых миллиметров я вот это не знала. Это очень хорошая информация. Спасибо большое, Нурайим. Потому что глубоко изучать это одно, использовать тоже это второе, но когда ты вместе все знаешь, настолько это эффективно работает, и ты уже сто процентов знаешь, что пользу приносит. Да, спасибо. Спасибо, Нурайим, спасибо, Махмуда. Так, ну что ж, как бы по плану у нас сегодня встреча все, все, что по плану было, мы с вами прошли. Больше ни у кого нет никаких добавлений, может быть, комментариев или вопросов. Значит, зубной пасты есть немножечко добавочка. зубная паста, зубная паста, вот состав прополис, да, все знают его свойства, качества, и какие свойства он имеет, бактерицидные, антисептические, и повседневные. И повседневные жизни тоже вот эта паста очень спасает. У моих девочек вот сейчас весна, все вот эти болячки выходят, и у моих девочек герпес вышел, болячки на губах, и сначала мы этот, ацикловиром начали мазать, но смотрю, у меня ацикловир, он уже срок прошел. Думаю, что же делать, не знала. И Надя мне посоветовала, а помажьте нашей зубной пастой прополисом? Я говорю, а, идея классная. Потом начали девочки мазать два раза в день, утром и вечером перед сном. И действительно за два дня, что ли, и за три дня отошло, и Сара, мне старшая дочка приходит, мам, а зубная паста оказывается эффективная, смотри, говорит, у меня все болячки отошли. И этот, она сама успеется, и меня радует, в самом деле она очень, очень эффективная, и очень полезная. И сама тоже, когда, в двух случаях мне помогла эта паста, помогла, в первом случае, когда баурсаки жарила, вот на пальце мне брызнуло масло, и обычно, когда брызгает масло, вы сами, наверное, знаете, там следы остаются, и пупырышки появляются. Я сразу, как брызнула, сразу намазала прополисом, и вот до утра держала, ни следа, ни вот пупырышек, ни вот болевых ощущений я не почувствовала. Второе, это я когда кимчи делала, перчатку одну нашла, на вторую руку не нашла, и все-таки перец мне вот на вторую руку очень сильно попало, начало сжечь, особенно вечером, перед сном. Перец, когда вот контактируете с перцем, голыми руками, да, и начинает вот раздражение, жжение и краснота. Не могла вот лежать, не знала, что делать, обычным кремом намазала, не помогает. Потом крем смыла, думаю, да, я намажу прополисом. Нашим прополисом намазала, сразу, моментально, у меня вот это раздражение за счет холода, холодка такого легкого, моментально, жжение вот это прошло, уснула, на следующий день проснула, смотрю, даже вот эта краснота, сильная краснота вот от раздражения в контакте с перцем, оно тоже прошло. Я думаю, надо же, не только это паста для использования очистки полости рота, да, но и в жизни тоже очень много полезных использований. Да, помогает. Ну вот мы прослушали с вами и лекцию, и практику, да? Спасибо. Вот у нас, я смотрю, здесь есть гостя, нам Хейджин. Хелен, да? Хелен. Она из Кореи, может быть, немножко она представиться, потому что сегодня она первый раз вместе с нами. Хелен, 소개 좀. Хелен, да? Продолжение следует. 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 Ну и конечно, хотелось бы быстрее достичь успеха, но не всегда так получается. В общем, почему у нас не получается быстро достичь успеха? Потому что у нас есть какие-то, ну как сказать, блоки или предупреждения уже в голове. 하지만 반복적으로 얘기하다 보면, 시간은 좀 걸리더라도 무조건 성공하니까요. 포기하지 마시고 끝까지 같이 성공의 자리에 있길 바라겠습니다. И поэтому вы не накручивайте себя. Вы наоборот, более-более тренируйтесь, повторяйте. И идите до конца, и тогда вы все достигнете успеха. 감사합니다. 감사합니다. Спасибо большое. Дорогие партнеры... Ага, пожалуйста. Я хотела спросить, вот Хелен, вот она за границей людей, как она нашла? Через знакомых или как-то по-другому? Нет, у нее же, она же сначала подписывала тех своих окружающих, а через них уже там идут знакомые там за границей, вот так вот, выходят на глобализацию. Ну, может быть, у нее друзья были. Я Кагастана с Бишкека, Хелен, это мой вышестоящий спонсор. Она хорошо поддерживает меня, и спасибо ей большое, через нее я вас нашла. Ага, оу, круто! Земля круглая. Передайте ей большое спасибо за поддержку, что она делает для меня. Ну, что ж, дорогие наши спонсоры и друзья, давайте, наверное, будем уже заканчивать нашу встречу. Было очень приятно, было очень прекрасное, полезное время с Татьяной, с мастером Шимом, с Нураим, также с Хелен. Было очень приятно повидать всех вас, поэтому давайте будем на этом заканчивать и встретимся в следующий четверг, да? Ну, все, давайте, всем пока! Спасибо! 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 До свидания! До свидания!